приветствуем всех поклонников московского динамо клубная тв снова в новогорске и мы снова беседуем с кем-то из игроков нашей команды сегодня не смогли отказать себе удовольствие в традиционном интервью с первым номером нашей команды александром еременко саша здравствуй здрасте добрый день как твое настроение во первых откуда ты приехал чем что занимаешься сейчас отдыхаю дома нахожусь приехал из дома так принципе будет ну скажем так идет бытовуха который приходится заниматься потому что в сезоне не получается это сделать больше времени уделяю семье детям 10 апреля тебе исполнилось уже 39 лет это много или мало честно говоря даже не чувствую себя на 39 но конечно все равно года берут свое и нужно больше себе уделять внимание именно в спорте чтобы соответствовать молодым ребятам не уступать им ну а так мне даже не могу сказать что прям настолько я стар себя по крайней мере не чувствую если не секрет как 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 отметили все просто в кругу семьи то есть приехали родители брат родные близкие кто захотел приехать тот приехал тебя поздравили минувший сезон для тебя тоже прошел под знаком внушительных дат красивых цифру ты побил не один рекорд динамовский как себя ощущаешь чувствуешь ли ты себя первым там по количеству матчей для вратарей среди динам в динамо 397 игр у тебя у тебя рекорд по количеству сухих матчей опять же в динамо 61 игра всего 88 не чувствую себя то что что что-то происходит просто ухожу играю в хоккей а там же видимо само само собой как-то это строится и получается но и слава богу что это получается и слава богу что я скажем так достиг каких-то определенных высот вот опять таки же это все благодаря тем людям которые окружают меня эта команда это скажем тренерский штаб не только сейчас но и в те годы когда я находился в динамо благодаря им наверное я сейчас нахожусь на том уровне который есть ну пока я еще не закончил хочу продолжать играть дальше и насколько мне будет это получаться дальше посмотрим но так себя не чувствую каким-то что что-то случилось просто получаю удовольствие хоккея тушим у тебя еще 14 сезонов в динамо что тоже рекорд для вратарей динамовских учитывая какие голкиперы играли в динамо опять же представляю тебя ты шестикратный чемпион россии трехкратный обладатель кубка гагарина но когда мы стоят предыдущие разы об этом говорили ты говорил что к некоторым кубкам не завоеванным в динамо ты относишься довольно спокойно потому что он там не дали поиграть где-то где-то что-то там опять так каждого спортсмена задача что-то выглядит я наверное не стоит каких-то конкретных там задачах просто выиграть там стать олимпийским чемпионом а просто хотя бы в своей карьере добиться максимальных высот наверное перед каждым спортсменом стоит эта основная задача вот можно играть всю жизнь и ничего не добиться это много много случаев таких были еще раз но хочу сказать что это должно быть все так вот сойтись в единый то есть это не просто там желание спортсмена достичь вот именно вот этого результата конечно это самое главное для него по крайней мере для одного ты находишься в команде окружает тебя такие же люди как и ты и вот вот чтобы они тоже хотели чтобы это вот все сложить в одно единое ну это вот сейчас вот я просто анализирую с годами это должно ну реально очень много много вещей вот 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 как-то все в единое быть одним целом то есть не просто ты один да когда там вы хочешь я не знаю там бежишь эстафету какую-то да ну вот ну я образом там говорю что ты сам за себя да здесь получается вот все те люди которые тебя окружают которые с тобой играют они должны конечно ну вот тоже это очень сильно хотеть вот а то что какие-то титул конечно хотелось бы до стать олимпийским чемпионом но здесь чё скрывать да это конечно огромное достижение но вот так получается что ну по крайней мере я этого не добился ну конечно очень хочется ну будем стараться будем работать а там посмотрим вообще получаешь такой везучий человек шесть чемпионств это значит его согласие коллективы у тебя попадались такие согласен с тобой абсолютно именно вот ключевое слово на везучий потому что да можно говорить все что угодно да понятно есть профессиональные какие-то качества то не просто так брали даме я допустим на те чемпионаты а ну соответственно соответствует этому уровню именно хоккейному но именно везение играет очень тоже большую роль в первую очередь мы подводим итоги сезона сначала остаешься ли ты прям свое мнение что нормально в целом нормально выправили ситуацию и поработали насколько вы смогли ты знаешь наверно однозначно то что мы вы провели эту ситуацию то что у нас получилось именно но вот сезоне это тоже ну это очень дорогого стоит потому что вот мы так опустились ну скажем так или нас опустили но так вот все сложилось и это наверное должно было случиться потому что наверное мы чуть-чуть себя почувствовали ну и при этом скажем так начале сезона пресса все вокруг нас очень было много шумихи да что эта команда там достигает достигнет огромных результатов наверное это нас чуть-чуть притупило наше вот это вот внимание вот которого но мы лишились и я выберу что бог не делать все к лучшему что вот так случилось и в частности меня ну и все остальную команду что вот так вот мы скажем так нас чуть-чуть окунули то состояние где мы должны были находиться вот и за счет этого конечно мы вот выправили мы очень этого хотели до исправить эту ситуацию тоже по-другому у нас не было никаких вариантов и мы не не могли но по другому нам нужно было доказывать что эта команда которая способна на многое вот и мы как бы старались это доказывали от игры к игре потихонечку шли-шли к этому результат которого мы допились ну я так назову потому что мы реально старались и мы добивались этого результата конечно можно было еще играть сейчас можно было играть я в этом уверен да потому что у нас было все для этого вот но не сказать я говорю вот я после игры тебе сказал что csk не такой настолько сильный соперник до которого можно был ну реально проиграли по всем статьям да я бы там ну по-честному сказал бы как есть здесь получается так что можно было играть с ними ну абсолютно то есть ну ничего такого конечно я понимаю что это очень сильная команда и она сильно именно командой не могу сказать какими-то единичными там ребятами на а именно командой это дорогого стоит потому что выигрывает команда не личности вот что касается нашего сезона конечно же хотелось бы еще поиграть именно вот именно на у меня по крайней мере вкус только появился именно вот к этой игре именно вот в плей-офф на я прям вот не очень хотел сыграть я прям почувствовал какое-то второе дыхание себя общаясь с игроками многие выделяют именно 4 матч в серии с циска когда вот за 25 секунд пробинсон нам забрать именно в этот момент циска завладел тем преимуществом которое позволило и дать даже серию против нас ты как этот видел ты сам пересмотрел что произошло да да однозначно пересмотрел меня просто робинсон не видел да как таково потому что пошел из-за лицевой линии то есть соответственно весь взгляд был там потому что скажем так я чувствую что было какая-то определенная куча здесь на пятаке вот и так получилось он отдает пас я поворачу голову он остается вообще один то есть вот я наверное худшего развития ну не ожидал да скажем так не думал сейчас придет она там ну что-то случится где там то что оставались там секунды в принципе и вот но как бы вот так вот чтобы я именно проконтролировал наверное вот этого не было может быть об этом и была моя ошибка то что я полностью понадеялся да скажем так на ребят да ну и наверное в этот момент чуть-чуть у меня не получилось именно отбить эту шайбу дом большая доля везения у робинсона сметанному вообще да если кому-то везет то кому-то немного не везет вообще как он там оказался защитник да на последних секундах оказывается на пятаке вот ну вот я говорю вот в общем эти игры что это доля везение правильно она вот могла сработать в одну или в другую сторону то есть провалить он и неизвестно там да может быть и мы забили ну вот сейчас вот по финальной серии раз уж мы про него сказали мы проиграли будущему владетелю кубка уже чувствуется это так подсознательно ты знаешь и я я честно тебе могу сказать я наверное уверен что цска выиграет но я еще и после нас до говорил что они именно сильны вот я смотрел игры с питером они сил не именно вот именно вот этой тактикой именно вот теми игроками до которые вот монотонно работу делать правильные какие-то действия да то есть у них это за точно на вот просто на сто процент каждый занимается своим делом то есть это это очень правильно то есть не смотря на результат они просто работают это очень важно на самом деле очень важным ему взять наши года где нам с куда там 11 12 12 13 у нас никто не знал что ожидать от нашей команды нас боялись именно этим что каждая пятерка могла сделать результат это очень важно не делается акцент именно на одну пятерку а именно вот ну на все пятерки то есть эти не смогли другие забили ну посмотрите какая самодача по как они ложатся под шайбу да да количество блокиров даже с нами серии это был просто к несмотря на все да там выигрывают они там ну даже первый матч до 4 1 мы проиграли когда просто каждый ложится под шай просто вот там всем чем можно ну конечно плюс хорошего ротарь до который всегда в нужный момент выручит ну это здорово игру у них такая очень сбалансированная команда именно сбалансирован и очень длинная знаменит скамейка которая ну как при замене любого игрока ну они особо ничего не теряют ну это фару для это хороший да у нас такой да конечно для длинной дистанции особенно конечно бы гагарина но лично для тебя вот ближе к плев уже тренерский штаб определился что вы с бочаровым играете 22 для тебя такой режим да абсолютно ну и плюс когда даже не брать про плей-оффа брать вот именно сезон да это было важно то есть ты готовился минут к этим и потому что было тяжело было тяжело вот поймать свою игру вот это вот мы придем ты знал да всегда что сейчас ты не играешь а завтра ты игра да да это важно на самом деле важно но при этом при всем было пресс-конференция руководства на которые прозвучали слова потому что вратарская линия московского динамо было не самый сильный в этой команде плечо конечно ну если мы не чемпиона то мы где-то все не доработали правильно согласен с тобой абсолютно но так стоит выделять именно вратарскую линию на твой взгляд во всем что происходило в сезоне честно говоря я вообще не понял вот вот я даже не знаю что тебе ответить на это потому что у меня понятно да правильно ты говоришь что там все да абсолютно всей но выделять конкретно вот эту позицию причем выносить это на ну всеобщее обозрение какое-то я не понимаю этого но вызови скажи ребят мы недовольны ну ради бога там ну в чем проблема вы заметьте что вот даже вот люди которые но добились огромных результатов каких-то никогда не выносит это на всеобщее обозрение то есть это должно оставаться в команде да ну это мое личное мнение это по крайней мере честно ну ну давайте не знаю спросим там ну каких-то людей которые мне тоже люди начали звонить причем настолько скажем так профессионалы своего дела и очень много чего выиграли инициально со стороны мы не понимаем да мы не понимаем высказываем давали павлиныч не на я образовывать какой бы этом не был там хороший плохой там ваня хороший плохой как человек если как ваня на это отреагирует ну как бы мне просто я взрослый человек я понимаю что где где правильно где неправильно ну заканчивая тему нашей нашей серии с цска еще один вопрос касается того что в первом матче при счете 4-1 тебя поменяли позже что меня лично очень удивило появилась информация что ты сам попросил замену в этой игре ну во первых этого не было то есть я никогда не просила замены то есть ну я могу попросить замены когда у меня что-то порвалось наверно мы имеется виду из мышц когда я реально уже не могу играть да тогда я прошу какой-то определенной замены здесь я не знаю насколько вы там смотрели уделяли как это все было да то есть была пауза я как всегда рядом с ворот стою просто девушки чистит лед ко мне подъезжают волков говорит сам тебя этому на замену его ну ладно все поехал спокойно как бы без проблем то что появилась ну на пресс-конференции да то что было сказано я тоже честно говоря этого не понял да я говорю опять таки же это все опять люди читают опять люди всему же верят ну как бы то есть не не люди тоже звонят опять спрашивать саня ну как так что случилось я травма что почему-то поменялся а я не знаю что людям ответить вот такой традиционный вопрос конечно твое мнение очень интересно лучше и худшая игра этого сезона и для тебя и для команды на твой взгляд может какие-то выделить матчи где все получилось и где не получилось но ничего ты знаешь наверно для меня был очень переломный матч это в уфе когда мы выиграли но он такой был знаешь на грани то есть поверю я в себя или не поверю но честно могу сказать потому что смогу ли я потому что настолько был уже ну там что вот это везение которое там ну да в некоторых моментах приходил ко мне она сыграла ключевую роль и для меня почему-то он запомнился вот не знаю вот часто не задал вопрос я прям сразу теперь мне кажется вот с этого матча мы как-то вот стали подниматься потихонечку худший матч худший матч на сцска 5-1 4 или 4-1 мы проиграли в сезоне я думал ты скажешь игра в балашихе не очень сдалась вообще не пошло тебе предложили контракт на следующий сезон был предложен контракт но пока это все обсуждение кто-то из ребят из молодых тебе понравился запомнился перспективные видимо все амбициозные все но может быть работоспособность какими-то такими качествами которые очень полезны для молодых запомнился от меня еще моисеев не понравился волков то есть те ребята которые зайцев ну те ребята игру которые наверное уже большего ждешь от них но моисеев понятно первый сезон он молодец он молчит работают то есть настолько но я это приветствую мы просто и ну как бы меньше разговаривать больше делай вот и он старается по-своему да то есть он видно что старается много не получается это это нормальное явление но он молодец этом плане то есть он удается полностью работе полностью команды но так большинство в принципе ребят так в целом ну ну они стараются да они работают они пытаются но конечно же сейчас многое может не получаться но в итоге я думаю что у них все получится при хорошей работе при хорошей самодаче это от основной к молодежи и сейчас совсем к маленьким перейдем опять же уже была такая ситуация граммство писали интервью и стартовал кубок газпром нефти для мальчишек сейчас у нас команда 2008 года по моему тут отправляется я у тебя этот вопрос уже спрашивал у тебя же максим выигрывал до газпром нефти рассказывал что очень большие хорошие эмоции были а теперь я должен просто как развивается карьера после победы на кубке газпром нефти твои сыновья в принципе как бы ну потихонечку ну скажем так не сказать что прям что то такого ну играет играет вторым вратарем ну ну так образно вторым вратарем потому что мало играет да то есть ну ничего потихонечку потихонечку ну во первых он и маленького растика очень-очень самый маленький в команде физиологически сложилось так как у меня это было вот и к сожалению не хватает час на данном этапе именно роста потому что у него ребята вот ну если сказать вот твоего рост помогают ребят до 14 лет ребята 185 190 а как как вот играть вот мне даже придут я тебе могу сказать что я буду там смотреться вот ну приблизить на уровне ребят 190 да 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 сейчас повторяем надо рост обязательно тоже да по крайней мере сейчас смотрят ну ты понимаешь туда если команда вся вот на таком уровне то антропометрии да 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 и набирают таких просто может у маленьких какие-то свои плюши там юркость но это да и то есть но все равно где-то повыше габариты тоже нужно возьми медсула да красавчик нам остается только сказать тебе большое спасибо не только за интервью за все что ты делаешь для динамо для динамо ских болельщиков думаю что твое имя вписано уже сейчас при тебе еще действующим игроки в истории этого клуба надеюсь что не разойдутся эти пути еременков динамо это надолго твои рекорды надолго спасибо тебе большое на мне деваться-то некуда я одиновый или или я закончу или ну как я тебе сказал или я стану динамо у меня других вариантов нет так что посмотрим что будет дальше спасибо вам спасибо было интересно